Дорогие мои друзья, садоводы, огородники, я, конечно, в шоке. Я вам просто сегодня хочу рассказать, это первый раз в моем случае такие помидоры получаются. Помидоры просто уродцы. Сейчас я вам покажу. Вот они все такие. Томат, хочу вам сказать, это называется полосатый шоколад. Вот живого места нет. Вот их здесь посажено 5 штук. И все томаты вот такого ужасного вида. Просто даже, говорю, страшного вида. Посмотрите. Просто я хочу сказать, кто-то думает, что может это агротехника не такая, еще что-нибудь. Но вот посмотрите, все в теплице одно и то же. Вот сейчас я еще развернусь. Вот как вы видите, агротехника одна и та же. Вот, ну вы видите, все кисточки одна к одной. Завязываемость вся хорошая. Вот. А тут непонятно что. Вот они. Ну, вам хочу сказать, что мы разобрались с этой ситуацией. И я просто хочу с вами поделиться на будущее. Во-первых, хочу сказать, полосатый шоколад. Вот он шикарный, этот шоколадный. Помидорчик должен быть в такую вот полосочку. Вот. И почему так получилось? Во-первых, хочу сказать, конечно, томат еще, когда я покупала в прошлом году, он стоил 10 семян, 130 рублей. Я хочу сказать, не дешево. Во-первых, скажу, это невероятно, как бы должен быть красивый красный биф-томат. Но уже что такое красиво, вы понимаете. Я говорю, живого места нет. Все, вот все, куда ни кинь, вот все такие томаты. Вот, я сразу здесь, ну и здесь так же, вот только небольшая пипочка. А так, говорю, ну, бывает такое, что когда мы говорим, что мы коронный там цветок не отрываем. Вот, еще покажу. Здесь сидим. Вот видите? Ужас дикий, можно сказать. Коронный цветок не отрываем. И может быть, такое быть. Но все равно томат, который коронный цветок, он немножко просто, форма у него такая деформированная. Но здесь, извините меня, вот такое безобразие. Ну, во-первых, хочу сказать, что это должен правильно биф-томат быть. 250-300 грамм. Но не знаю, может быть, он и будет где-то грамм 200, потому что он еще в таком состоянии. Вот видите? Вот, хотя, как я уже сказала, вот этот томат средний-ранний. Вот. И как мы разобрались? Естественно, что собрали консилиум из соседей, потому что ни одно мое это мнение. Ну, во-первых, я тут же прочитала про этот удивительный... Это сорт. Это не гибрид. Это полосатый шоколад. Это сорт. И хочу сказать, ну, прежде всего, это американская селекция. Он был, естественно, что из двух сортов, и получился такой, я же не буду говорить, если честно, даже и не помню. Но вот это американская селекция. И вывод напрашивается сам собой. То есть, селекционная работа, которую проводились в фирме, вот дал такой результат. Может быть, не все. Может, попало ко мне в эту пачку некачественные семена. Ну, потому что, ну, не может быть из пяти стволов, хотя вот рядом, говорю, все вот висит, увешано все, вот, как вы видите, в томатах. Вот. Томатики ровные, гладенькие, завязываемость шикарная. А здесь, получается, непонятно что. Вот именно у этих томатов. Да, для меня это тоже открытие. Ну, бывали какие-то такие странные иногда томаты. Но это один. А здесь, извините меня, все пять кустов. То есть, первое, это неправильная селекция. Это, видать, собирали семена. Может, неправильно собраны были. Может, неправильно выращивались. Вот, как бы, мои соседи сказали, что это первое, наперво, это плохая, селекционная была проведена работа. Вот видите, ну, вообще капец. Мутанты, наросты какие-то. Вот, куда ни кинь. Вот, говорю, ни одного томата. Это я специально хотела уже вырвать. Думаю, ну, ладно, оставлю, посмотрю, что там будет. Вот. И вторая причина, друзья. Не всегда, вот, вот вы сами, когда покупаете, сажаете, вот, здесь пишут, но не пишут основное. Главное, для какой зоны этот томат подходит. И когда я начала тоже изучать, то оказывается, что вот у нас северо-запад, зона рискованной земледелия. Сейчас вот у нас идет дождик. Сразу похолодало. В теплице плюс 15 градусов. Естественно, что этот томат просто категорически нельзя сажать в зонах рискованной земледелия. Вот северо-западный у нас округ. Ну, вы сами знаете, какой у вас регион. Его сажают только там, где очень-очень тепло. Я считаю, что это юг. Ну, наш юг. Потому что там, в принципе, температура между ночными и дневными температурами, я думаю, что небольшая. А у нас получается, что с вами, я извиняюсь, конечно, у нас дождик по крыше. Вот. А у нас, правильно, и сегодня обещают ночью плюс 9. Пусть зажать теплицу эту, закрою. Но плюс 9, вы сами понимаете. То есть его категорически мне нельзя было покупать. Вот. И сажать в своем регионе. То есть две причины. Плохая селекция. Может быть, я еще раз повторюсь. Кто-то, может быть, будет писать, что у меня этот полосатый шоколад отлично получился. Но вы сами видите. Уроды, уроды и уроды. Конечно, надеялась, что это будет красавец писанный. Во-первых, за такие деньги, друзья. Оказалось, вот. То есть две причины. Или плохая селекция, что я больше склоняюсь. Но и к ней прибавилась еще причина. У нас нетеплая абсолютно клима. Так что вот я вас познакомила с таким, как я хотела. С шоколадкой полосатой полакомиться в конце сезона. Ну и, во-первых, завязываясь. Вот я вам хочу сказать, что здесь было все соблюдено. Как вот во всех, вот еще раз, сейчас развернусь. Все было одинаково. То есть, ну, нельзя, конечно, в теплице, к примеру, какой-то томат там дать вора или кальциевую селитру. Ну, я просто уже так это... Вот видите, все чистенькие, все аккуратненькие. Просто загляденье, кисточки все. Так что, когда покупаете семена, друзья, желательно находить сначала, для какого региона эти семена. То есть, если этого не будет, то может получиться и у вас так. Обидно, что, во-первых, кусок земли был, можно сказать, зря в теплице отдан этим томатом. Во-первых, пять, все-таки, выращивая с марта месяца и высаживая в грудь, надеясь на хороший, стабильный, красивый урожай, вот получила вот это. Так что, до новых встреч при Балтийской даче. Немножко в этом году не повезло. Ну, во-первых, для меня это тоже опыт, хочу вам сказать. Я никогда таких томатов, массовых томатов, я никогда не видела. Так что, до новых встреч при покупке в дальнейшем семян, друзья, подбирайте очень все качественно. Узнавайте все про то, что будем садить. Также я буду с вами это делать. До новых встреч, друзья!